На должность главы города претендуют три кандидата. Каждый из них представляет свою программу в случае избрания на должность. Первым выступает Владислав Отмахов. Он отмечает необходимость возвращения прямых выборов мэра. То, что предложило правительство, понятно, им так удобнее и проще выбирать нужных ей кандидатов и тех, с которыми им удобно работать. Но это действительно удобно работать. Пришел новый губернатор, он выстраивает систему работы под себя. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, если мы говорим о всенародных выборах, всенародных выборах в Нижнем Новгороде нет. Кандидат в мэры Владимир Панов представляет результаты опроса от жителей всех районов Нижнего Новгорода, который был проведен в январе. По основным критериям – это работа городской власти, общественного транспорта, социальная политика и благоустройство – большинство опрошенных нижегородцев дают отрицательные оценки. Чтобы решить эту проблему, необходимы ресурсы, грамотное управление и постоянная обратная связь с жителями. Три этих пункта он выделяет основными в своей программе. Если говорить объективно, то из всех докладов, о которых мы говорили, то есть они были разной глубины, может быть, разного цереполагания. Но фактически мы все фиксировали одно – это очень серьезную проблематику и кризисную ситуацию. Вспомните тот соцопрос, который я демонстрировал на слайде. То есть, на самом деле, половина жителей города считает, что состояние в городе в последние 5 лет ухудшилось. И это вот он симптом. То есть, больше говорить не о чем. Дальше фактически нужно работать. И следующий момент – это только результат. То есть, до тех пор, пока не будет общественного цели и полагания, то есть, что такое цель для города, что мы хотим достичь образования, что мы хотим достичь культуры, что мы хотим достичь. И должны быть публичные цели. И как есть хорошая практика, руководитель должен нести ответственность за достижение этих целей. Роман Кошелев главным направлением своей деятельности называет повышение доверия населения к власти и объединение всех сил для улучшения ситуации в городе. Кошелев родился в Шахуне, учился в Нижегородском университете Лобачевского. Сейчас глава администрации городского округа Шахуне. Выдвинуть свою кандидатуру претендент решил сам. Когда был объявлен конкурс лидера России, я проходил вот эти дистанционные этапы отбора и попал в полуфинал. В полуфинале, когда на открытии и полпред, и губернатор говорили о том, что у нас в стране наконец-то начинают работать социальные лифты. Меня эти слова вдохновили. И когда была возможность получить поддержку депутата городской думы, я не сомневался в том, что раз поддержка по выдвижению есть, нужно пробовать свои силы и подавать документы на конкурс. То, что я из Шахуне, это моя большая гордость. Я горжусь своей малой родиной. Я там родился, вырос и большую часть сознательной жизни живу и работаю. Елизавета Солонченко, председатель конкурсной комиссии, исполняющая обязанности председателя городской думы, могла голосовать сразу за нескольких кандидатов, но поддержала только Владимира Панова. Нужна вертикаль от губернатора. И в данной ситуации, если мы видим, что губернатор выдвинул Панова Владимира Александровича, то, конечно же, логичнее поддержать именно кандидата от губернатора. Из трех кандидатов дальше проходят только два. Конкурсная комиссия поддерживает главу администрации городского округа Шахуни Романа Кошелева и депутата Госдумы Владимира Панова. Он выдвинут главой региона Глебом Никитиным. Кандидаты получают 8 и 10 голосов соответственно. Депутата Заказательного собрания Нижегородской области Владислава Отмахова не поддержал никто из присутствующих. Голосование проходило открыто. Кто же из двух кандидатов станет главой Нижнего Новгорода, станет известно 17 января на ближайшем заседании городской думы.